Всем привет, с вами канал Футбол Лайв и это свежий выпуск футбольных новостей. Дженуа арендовал вратаря Аталанты Галлини с правом выкупа. Эвертон подписал защитника Леона О'Брайена за 22 миллиона фунтов. Контракт до 2028. Хейсон перешел из Ювентуса в Борму. Защитник подписал контракт до 2030 года. Эндрик стал амбассадором Рэдбол. 18-летний форвард Реала подписал многолетний контракт с производителем энергетических напитков. Соулио перешел в Рому из Ювентуса за 26 миллионов евро. Еще 4 миллиона рассчитаны в виде бонусов. Мерино согласен перейти в Арсенал. Контракт до 2028. Переговоры со Сьедадом продолжаются. Жирона не продала Довбика в Рому за 30 миллионов евро и хочет 35, сообщает Джан-Лука Ди Марцо. Ювентус предложил Боруси 35 миллионов евро плюс 10 за АДМи. Игроку дают 4 плюс 1 миллион в год. Захарян пропустит до 3 месяцев из-за травмы голеностопа. Российский хавбэк со Сьедада перенесет операцию. Атлетику и Челси обсуждают трансфер Галлахером за 40 миллионов евро. Реал предлагает 25 миллионов евро за 16-летнего хавбэка Риверплейт Мастантуона. Отступные 45 миллионов. Байер может перейти в Байер, Челси или Астон-Вилло. 21-летний форвард забил 16 мячей в прошлом сезоне Бундеслиги. Борусия Дортмунд купит Гросса у Брайтона за 7 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Рен купил Эстигора у Наполи за 7 миллионов евро. Контракт с защитником на 3 года. По информации Мунда Депортива, Синегранатовые готовят предложение по Дании Ольма. Уточняется, что каталонский клуб хочет сразу заплатить Лейпцигу 45 миллионов евро, а остальные 15 разбить на несколько лет. Лондонский Челси готов продать левого защитника Бена Чилуула в это трансферное окно. По информации от The Athletic, фуллбэк не входит в планы нового тренера Энсо Морески. Бразильский защитник Манчестер Сити Ян Коуто продолжит карьеру в Дортмундской Баруси. По данным источникам, клубы устно договорились о трансфере 22-летнего футболиста. Защитник Зенита Роберт Реннан остается на радаре Интера. Портал Tudo Fitch ES рассказывает о том, что миланский клуб полон решимости заполучить игрока. В ПАУК подтвердили, что Чалов подпишет контракт сегодня. Соглашение на три года. Девятый номер свободен для него. На Олимпиаде в Париже определили четвертьфинальные пары. Сборная Аргентины вышла в плей-офф только со второго места, поэтому сыграет против Франции. Третий фаворит турнира сборная Испании будет сражаться с Японией. Две другие пары выглядят следующим образом. Марокко против США и Египет против Парагвая. Челси обсуждает продажу своего полузащитника Конора Галлахера в Атлетику, а также работает над сделкой по аренде нападающего Наполи Виктора Асимхона. Контракт Галлахера по-прежнему истекает следующим летом, и приоритетом Челси остается продажа Конора в это трансферное окно. По информации The Guardian, Челси уже получил предложение от Атлетико в размере 40 миллионов евро, но это значительно меньше тех 50 миллионов фунтов, которые Синий надеется выручить за 24-летнего игрока сборной Англии. В данный момент не ясно, что сам Галлахер думает о возможном переезде в Мадрид. Однако ранее Конор, которым также интересовалась Астанвилла и Тоттенхэм, был готов остаться в Челси, если условия для перехода не будут казаться ему правильными. Одновременно с этим Челси договаривается с Наполи о аренде Виктора Асимхона с опцией выкупа в конце сезона 24-25. Сам Виктор хочет прийти к Синим, несмотря на сохраняющийся к нему интерес от ПСЖ. В качестве части сделки по 25-летнему нигерейцу Наполи может получить от Челси нападающего Ромело Лукако, которого ранее Синий оценивали в 30 миллионов фунтов. Наставник Манчестер Сити Хасеп Гвардиола сообщил, что будущее нападающего Хулиана Альвареса прояснится после возвращения с Олимпийских игр в Париже. В своем свежем интервью Альварес признался, что недоволен своей ролью в Сити, усомнившись в том, что останется на Эйтихат на предстоящий сезон. Гвардиола понимает точку зрения своего подопечного и готов дать 24-летнему аргентинцу время все обдумать. «Я не думаю о замене, он сказал, что подумает о своем будущем и мне известно об этом. Когда он закончит думать, его агент позвонит спортивному директору Сити и мы посмотрим, что случится. Мне известно, что он хочет участвовать в важных моментах, но другие игроки тоже. У нас до 19 игроков, которые хотят играть в важных матчах». Цитирует Гвардиолу Sky Sports. В Барселоне верят в успех сделки по Ника Уильямсу. Ранее говорилось, что Вингер решил остаться в Атлетике на предстоящий сезон. Окружение футболиста не опровергло эту информацию. По информации Диарио Спорт, президент Блоу Грана Жон Лапорта сохраняет оптимизм относительно подписания Вингера, несмотря на то, что переговоры затягиваются. В Барселоне убеждены, что Вингер Атлетика по-прежнему заинтересован в переходе. Отмечается, что представители Барселоны объяснили окружению Уильямса экономическую ситуацию в клубе и дали понять, что клуб может позволить себе выплатить отступные Вингера и удовлетворить его требования по зарплате. Барселона также отправила в Ла Лигу документы о сделках по продаже Барса Студиос, доходы от которых будут играть ключевую роль при планировании следующего сезона. Сделку по Уильямсу рассчитывают закрыть до 12 августа, когда Ника должен будет присоединиться к Атлетику. А вот издание АЭ сообщает, что Барселона приостановила работу над трансфером Ника Уильямса. По информации источника в клубе считает сделку практически неосуществимой, считая основной причиной срыва трансфера давление на Вингера со стороны Атлетика и его семьи. Сообщается, что убедить Уильямса прийти в Барселону пытается Алекс Бальде, с которым у Ника установились дружеские отношения. Однако защитник каталонцев не смог повлиять на решение Вингера. Несмотря на то, что в клубе надеется, что Ника передумает и примет предложение, все указывает на то, что игрок останется в команде из Билибао. Отмечается, что Уильямс отклонил предложение ПСЖ, втрое превышающее его текущую зарплату в Атлетике. Будущее нападающего Жоа Феликса остается неопределенным, а потому обсуждаемым. В прошлом сезоне Португалис играл за Барсу в аренде, но теперь он вернулся в Атлетику. Несколько дней назад Феликс начал тренироваться, но отдельно от команды. Теперь же 23-летний форвард начал работать с остальными футболистами. Видео показало пресс-служба матрасников. Действующий контракт Феликса с Атлетику рассчитан еще на 5 сезонов до середины 2029-го. Специалисты портала TransferMart оценивают его в 30 миллионов евро. Серьезный же интерес к Жоау проявляет английская Астанвилла. Ливерпуль изучает возможности на летнем трансферном рынке. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Жака Тальбо, в Мерси Сайский клуб определил кандидата на позицию полузащитника. Так на радаре красный оказался Йои Верман из ПСВ. Действующий контракт 25-летнего Вермана с ПСВ рассчитан еще на 2 сезона до середины 2026-го. Специалисты портала TransferMart оценивают полузащитника в 40 миллионов евро. Всем спасибо за просмотр, это были все актуальные и свежие новости к этому часу.